Всех приветствую на канале Дороги Михаила Илюшина. Сегодня всех приглашаю прокатиться от Лермонтова через Затон на юбилейный Солнечный до ленты магазина. Поехали, посмотрим. Начинаю с улицы Лермонтова. Здесь мы пропускаем. Знак стоит. Главная дорога. Имейте это в виду. Проезжаем пешеходную зону. Набережная, которая у нас еще никак не откроется, не доделает ее. Да, и всегда напоминаю, здесь мы доезжаем до перекрестка Т-образного Григорьева. Сейчас знак будет уступить дорогу. Главная дорога, с левой стороны выступайте. И когда едете на встречу, тоже уступайте. Люди забывают. Ну вот, какой-то чудак на букву Мой поставил так интересно машину. Не дальше могут провести, поставить троллейбусом. Неудобно будет поворачивать. Но вот такие бывают люди. Дальше и продвигаемся. Видим умных собачек, которые даже под колеса не бросаются. Но, наверное, сказывается центр города. Здесь всегда считалось, элита живет на набережной. Ну, шучу. Шутка. И на Лермонтов, что у меня всегда импонирует, нравится вот это здание, которое окружает советские постройки и современные. Ну, как-то вот, да, сразу же в глаза бросается, вот это отреставрированное. Вот, что осталось от храма. Здесь здание с левой стороны в таком стиле построено. Хотя, я помню, здесь пивнушка была интересная. В 80-е годы. Кафешка. Здесь вот Тройский собор, Калевический музей. Поворачиваем на улицу Московская. Имейте в виду, что пропускаем мы всех, если прямо ездим, да и направо. С правой стороны, забыл сказать, строится сквер Петра Первого, пока ремонтируется. А обратно поеду, ракурс, буду показывать. Чуть-чуть покажу, что там. Здесь мы выезжаем на набережную Космонавтов, фон Мост Саратовский. В этом году здесь отремонтировали, как сами наблюдаете, практически от Московской до Валовой. Стоянку сделали для машин. Так как Тул убрали, где сейчас сквер Петра Первого делает. И вот здесь можно парковаться. Раньше был тротуар, и заезжали на тротуар, и машину там ставили. Теперь продлили. Но это мало, конечно. Еще надо что-то. Люди приезжают погулять. И летом машину ставить практически негде. Налево это выезд на мост. Только на мост. На Энгельс. А то некоторые выезжают, и потом хотят почему-то налево уехать в город. Здесь тоже запрещено. Здесь спуск с моста. Сейчас вот, правая сторона, дом новый. И здесь убрали забор. Тротуар сделает. И как-то сразу дышать стало легче. Воздуха больше. И забор прям съедает это. Вот я про какой перекресток говорю. Налево уезжайте. И можете в город в центр попасть или куда надо. Ну а дальше продвигаемся. Забор все так идет. У нас подъезд и вид на Волгу очень маленький в Саратове. Хотя вдоль Волги Саратов находится. А вот подъезд, ну сделали. Да, где новый пляж. Сейчас там тоже есть парковочные места. Приехать, погулять там есть. Здесь еще пока у нас бывшие старые здания. Утразвалины. Я не помню, что это судоремонтный завод был. Или что тут, то есть идти. Как дом полула. Так сказать, в моем остались окна. Заборы. Наверное. Далее. Далее будет сейчас. Ускоренный просмотр я сделал нормальный. Камера. С левой стороны. Имейте это ввиду. На следующем столбе будет камера. Вот, проехали мои. Так что, будьте внимательны. Не гоните. Сейчас подъезжаем к нашему Солярису. Где можно загорать. Накупаться запрещено. И кто здесь приезжает, говорят, что здесь удобнее. Машину с левой стороны я оставил. И пошел, позаговал. Там все-таки, на новом пляже. Или полежу. Вот там, в центре, где я показывал. Там машину чуть подали. Парковку. Ну и, не знаю, людям говорят, лучше здесь. Кому как. Да, продвигаемся. Сейчас будет поворот налево. Улица большая и сеченская. Кто не знал, я тоже как-то сильно не вдавался, подумал, что за улица такая большая и сеченская. Это написано по Яндексу. Вот еду я за товарищем впереди каким-то. Но я понял, что он здесь впервые едет. Потому что скорость он то прибавит скорость, то сбавит на поворот. То есть дорогу он не знает. Я так же раньше что-то ездил, когда только первый раз, там, в десятых годах. Боялся, потому что очень узковато. Но я говорю, после вот наших серпантин саратовских, я на море съездил, я там не почувствовал, что такое серпантин. А у нас покруче, я вам скажу, маленькие, но крутые повороты. Здесь тоже вот узковато, столб стоит. Вот видно, он то притормаживает, то газ прибавляет. Ну, переживает. И вот далее, почему это еще понял, далее как раз увидите, как он сейчас включит поворотник. Здесь не надо его включать, и как бы смысл, там нет дороги. Здесь еще понятно, направо можно было уехать на какой-то организации. И все. А вот далее опять он сейчас включит поворотник. И меня ввел в заблуждение. Вот смотри, опа. И должен был повернуть, а он дальше поехал. И так вот и ехал, да, практически до Усть-Курдюмской улицы. Ну, я потом начал парковаться, я так понял, что человек первый раз и на этот рынок строительный приехал. Но бывает. Сейчас будем выезжать на Усть-Курдюмскую. И еще раз повторюсь, исторические кадры, можно сказать. С левой стороны, вот забор там видно будет. Вот улица Усть-Курдюмская. С левой стороны, с забора, это же аэропорт старый. Взлетная полоса, посадочная. Или что там такое. Ну, то есть на этой территории будет потом новое сооружение. Там дома или что-то там решает. То есть это исторические кадры, когда вот так вот проезжаем, и только забор. А потом что-то будет новое. И тоже буду показывать. Вот Усть-Курдюмская, юбилейная, впереди. Доезжаем до губернского рынка. И после светофора налево. Показываю в ускоренном режиме, чтобы действительно вас сильное время ваше не занимать. Здесь повезло, я недолго стоял, пропускал. Повернул. Вот с левой стороны два дома видели. Такая интересная история у них. Когда их построили, люди ремонт сделали. Даже может кто-то уезжал. И тут сказали, что они незаконно построены, надо их сносить. Что там было, я не могу представить состояние тех людей. Но потом все-таки отстояли. Как бы они мешали локаторам в аэропорту для самолетов. Вот у нас так. Сначала построят, а потом надо сносить. И не первый раз такие случаи уже в Саратове. Да и везде у нас. Продвигаемся. И вот сейчас будет момент. Вот я специально смотрю, но не вижу. Главная дорога. Соро километров в час. Где тут ограничение скорости? Здесь, что здесь у нас конец ограничения обгона. А далее будет с левой стороны. Опять буду на столбе. С левой стороны, как едем солнечной. Камера. Так я не понимаю, что они в скорости все-таки. Снимает превышение. Но все здесь, я замечаю, едут меньше 60... Вот камеру пройдя, меньше 60 км в час ведут. Почему-то. Далее я сейчас повернул на перинатальный центр. Через него решил проехать. Потому что вот впереди КамАЗ. Думаю, за ним плестись. Я бы, конечно, проехал через Тархова быстрее, чем через частный сектор. А тут повезло то, что вот... Ну, видать, так причудливые звезды сложились в этот день, что КамАЗ еле ехал. И вот эти товарищи, видно, тоже, наверное, тут мало ездят. Но еле ехали. Меньше 40 км в час. Ну что ж, бывает. Все по-разному водят. Машины. Автомобиль. Я тоже раньше, когда я учился ездить, другу самому говорю, что-то машина не едет. А она, ты на педальку газа, говорит, нажимай, говорит, посильней. Она, говорит, и поедет у тебя. А я как-то вот первый, второй, третий тампон на копейке ездил. Включал сразу первый, второй, третий, четвертый. И она катится. И что-то как-то не тянет. Но она тянула, конечно, так вот. Движок хороший был. Не сильно она ругалась. То есть вытягивал. Но не ехала. Ну, все боятся. Некоторые за рулем. Прямо видно, что это я, может, каждый день езжу. И мне вот как-то становится легче. Да, вот проехали, если вы видели. Здесь вот строятся дома. Как все меняется, да, вот. Люди живут. Жизнь продолжается. Сейчас поворачиваем на четвертую окольную. И как обычно, навстречу солнцу. Ну, куда от него деваться, если такие у нас улицы налево-направо. И вот эта грязь. Проезжает эта большая машина. Все. Да, здесь вот третья окольная. А вот мапс по карте, почему-то показала она мне новосибирскую. Куда-то. Кто-нибудь проложал, но третья окольная здесь. Если верить Яндексу. Ну, раздольная, само собой. Здесь мы сейчас, вот, участок мы увидели третья окольная. Она отремонтированная дорога. Ее отремонтирована. То есть ямы были хорошие. Когда-то даже я снимал тогда. У меня уже был этот проезд. Через перинатальной центральной. На танкиста как раз выезжал. Вот танкисты, смотрите, с правой стороны этот тротуар. Дети в школу идут. Ну, прошу вас сильно не разгонять. Здесь постоянно вода к чему-то. И дети идут в школу. И все-таки избавляйтесь кучу, чтобы не обрызгать их. Они и так без радости в школу-то идут. А тут еще их окатить грязной водой. Это мое, так. Моя просьба небольшая. Выезжаем. Вот, я говорю, я с ними так и ехал. На первом проезде танкистов. Здесь 40 геометров в час. Я специально просмотров нормальной скорости режима вам включил. Камера. Повершение скорости с левой стороны. Умейте, это ли вы. Проехали. Я возрасту не сейчас, а вот там была. Здесь доезжаем до светофор на Черниговскую. Далее опять будет камера. Потому что люди разгоняются, кто вверх несется, а кто-то вниз. Ну и плюс еще из-за того, что там пешеходные переходы, дорога широкая. Камеру поставим, чтобы люди были внимательны. Вот камера проезжаем. И сейчас будет знак пешеходный переход. Тут и впереди красный трамвай на остановку. Вот они. Пешеходные переходы. Есть поворот. Сейчас доедем до Топольчанской перекрестка с Булиновым. Здесь еще первый проезд танкистов идет. И обращу вам внимание на маленькое колечко, которое там есть. Наглядный пример, как получилось, как специально. Что будьте внимательны. Вот проезжаем мы сейчас, проедем эту Топольчанскую. Прямо. Потому что к ленте надо было. Магазин, как раз покажу, где лента магазина у нас. Солнечного. И вот мы продвигаемся. Знак сейчас увидите с правой стороны, что уступи дорогу и кольцо. Вот. Я как почувствовал, там машина, солярий поворачивал. Он даже не стал поворотник отключать. Не обозначил. Я его пропустил. С правой стороны проехал. Не пропустил. Здесь мы поднимаемся на 5. Налево. Нас должны пропускать, кто идут справа. Ну, а здесь само собой. Ну, и обратно покажу сейчас от ленты, когда поедем. Еще раз покажу, как проехтит кольцо. Вот у нас тут тротуар отремонтировали в этом году. Прям. Это что-то было. Полгорода, наверное, сделали. Ну, не полгорода, но очень много. Да, вот тут нюансик такой, что въезд, что людям ходить очень... Для меня это неудобно. Один вход, один въезд. Люди идут, особенно, когда сейчас приморозит. Начинают пропускать пешеходов. Очень скользко. И останавливаются. Машина буксует и не въезжает. Да, вот сейчас подъедем. Вот дом. Я почему показал? Ну, так ради охмы. Сейчас, вот вы видите, прямо поедем после вот этой схемки, как мы проехали. Вот машины стоят. Так, на жители вот этого дома. А машина стоит, если вы увидели, где парковка для инвалидов, дом, я так понимаю, в доме все инвалиды, ну, это так, сарказм. Может быть, им там парковаться не в лего дворя? Ну, как-то так. Ну, это, конечно, я показываю не для гаишников, не для ДПС, просто вот здесь мы выступаем, кто едет, с левой стороны. Там я проверял, там тупиковая дорога, светофор, там магазин. Думал, проехать можно, попробую, у меня там тупик. Выезжаем опять на Боленово. Сейчас вот это колечко. Мы уступаем, вот дорога, видите, машина поднялась, мы ее уступаем. Вот знак, купить дорогу, если кто поднимается на подъем. Дальше проезжаем, и вот колечко маленькое налево, если возвращаться, и выезжаем на Топольчанское. Как видно, что здесь периодически вот такой будет перекресток, сложный, очень большой. Вечерами и утром машина очень много, и поворачивать налево, но неудобно. Пока всех пропустишь, мы даже увидели, да, два-три ряда поворачиваем, чтобы повернуть. С правой стороны сейчас будет перекресток с Антоново, и новый микрорайон на дорогу настроить, будет светофором нависить новый, ну, то есть разгрузить вот этот перекресток, который поставим в Таваре. Все меняется, все строится. Да, следующие сюжеты тоже будет про Саратов. Скат я проехал полностью от Заводского района до Усть-Курдемского шоссе, покажу, что там. какая обстановка, что строится, что мне понравилось, что будет. Еще новую дорожку нам тут в Ленинском районе сегодня проехал, увидел, случайно отремонтировали, буду показывать, смотрите. Да, после этого мы должны было пропустить, потом въезд на кольцо и у нас главная дорога. Благодарю за просмотр, всем пока-пока, берегите себя, до новых встреч в новых сюжетах, в сюжетах, пока!